Сегодня в Новоюжном районе Чебоксар на улице Ленинского Комсомола после реконструкции открылась поликлиника. Она изменилась снаружи и внутри, увеличилась по площади и функционалу. Сразу после знакомства с ней временно исполняющий обязанности главы ЧУАШИ провел совещание по вопросам развития здравоохранения в республике. Очень желали это открытие, прям с нетерпением, с трепетом. Ну и какую разницу чувствуете? Ой, колоссально. То, что раньше было у нас такой маленький закуток, теперь открыта регистратура. Мы можем общаться с пациентом, вот как сейчас с вами, в открытую, помогать, выходить. Поликлиника номер три подразделение городской клинической больницы. Раньше здесь работали только три кабинета, остальные площади занимало некое предприятие. За помощью уже обращались более 20 тысяч человек. Было сложно и лечить, и работать. В обновленном здании появились дополнительные кабинеты для врачей, процедурный кабинет и дневной стационар. Татьяна Жучкова, молодой специалист, работает здесь с сентября прошлого года. Говорит, что очень рада преображению. Надеюсь, наша новая поликлиника в новой цветовой гамме понравится пациентам, так как желтый и зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональный фон, как и медицинских сотрудников, так и наших пациентов. Поликлинику планируют дооснастить современным оборудованием, а на втором этаже открыть кабинеты узких специалистов. Так жители микрорайона получат в шаговой доступности качественную первичную медпомощь. Клиника замечательная. Это, на мой взгляд, лучшая практика, как сейчас принято говорить, когда используются бюджетные средства для того, чтобы создать комфортные, удобные, доступные условия всем категориям жителей, в данном случае, Новоюжного района города Чебоксары. Конечно, надо ставить задачи и будем стремиться, чтобы каждый житель Чувашии получил аналогичные условия. О том, как создавать такие условия, говорили уже на совещании с главами муниципалитетов республики. Сейчас в Чувашии строится 13 медицинских объектов. В их числе 6 ФАПов, котельные для отопления зданий, пристройки имеющимся больницам и новые здания. По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, не все идет гладко. Где-то отстают строители, где-то проектировщики. Одно из возможных решений – создание службы единого заказчика, которая освободит медиков от несвойственного им функционала. Отвечать непосредственно за выполнение строительных работ, ну, как уже сказал, услышал Олег Алексеевич, строители будут строить, врачи будут лечить. Но вообще, то есть непосредственно при проектировании, непосредственно и при входе самого ремонта, корректирующие воздействия будут непосредственно осуществлять Минздрав, потому что только мы знаем нашу специфику работы. Кроме того, правительство в ближайшее время проведет инвентаризацию всех строящихся объектов, чтобы каждый был завершен, а жители обеспечены качественными медицинскими услугами. Татьяна Иванова, Игорь Зверев, Республика.